Добрый вечер! Вы смотрите программу «Общество Юкраин». Сегодня мы вновь говорим о коррупции. Есть ли сдвиги в борьбе с этим социальным злом, или же система полностью приспособилась к новым условиям? Об этом поговорим с нашими гостями. Первый гость – социолог Игорь Тищенко. Игорь, здравствуйте, спасибо, что пришли. Также у нас в гостях политтехнолог Алексей Голобудский. Спасибо, что пришли. Также, ну вот действительно, как-то вот посмотришь новости, совсем становится грустно, везде коррупционные скандалы, никто не посажен, никто не наказан. Можно ли считать, что вот у нас, ну, собственно, все перетурбации, которые случились после Майдана, были зря, и система, скажем так, наносит ответный удар? Кто начнет, Алексей? Ну, понимаете, тут главное, как бы, количество, конечно, пересаженных, ну, как показывает пример Китая, что каждый год расстреливать, там, по 100-200 коррупционеров, и каждый год следующий все равно находятся эти 100-200 человек, как бы, да. Ну, Китай большой, им все-таки полтора миллиарда. Ну, тут не количество говорит о том, что пока система сама по себе коррупционная, поэтому строгость наказания все-таки это не самый главный фактор в борьбе с коррупцией. Я, кстати, считаю, буду всегда считать, и, к сожалению, у нас в стране это не понимают, ну, скажем так, как у американцев, да, сделать коррупцию просто невыгодной, да, не бороться с ней вечно, сделать ее невыгодной, и все, как бы, да, убрать это. Потому что по ментальности мы, у нас очень много, когда говорят про борьбу с коррупцией, почему-то говорят про Британию, там, про Скандинавию, но мы не то, что рядом там не стояли по многим параметрам, да, ну, в смысле, что лучше или хуже, ну, просто другие вообще истории и так далее. Нам надо смотреть на Грецию, смотреть на Италию, да, вот, Италия идеальный пример вообще, как бы, за 70 лет демократическое государство, рыночное, ну, намного лучше, чем Украина, ну, по многим показателям, богаче, а до сих пор борьба и коррупция, когда считаешь материалы, когда кум уровня она происходит, да, это серьезнейшая проблема. Ну, прогрессию, это вообще, как бы, анекдоты ходят в Европе, насколько это изначально был коррупционный проект в Евросоюзе, да, поэтому надо, как бы, борясь с коррупцией, понимать, что быстрого результата не будет, потому что, если, допустим, там, Россия авторитарное государство, то есть существует государство как понятие, да, и коррупция является частью этого государства, да, то у нас, судя по всему, уникальная ситуация, потому что у нас и есть коррупция, это и есть государство, поэтому, если не будет коррупции, не будет государства во многом, да, потому что вот, когда мы видим все это, что происходит, вот этот, как его, этот, судья, который отстреливался, да, он же не потому что у нас такой уже совсем беспредел, да, А он по-другому, он искренний в своем. Представьте себе, какое количество, когда видео показывали, ну видно просто, это какой-то обычный на самом деле судья. Районного суда. Суда, ну это вообще как бы, да. А там показывают обстановку в доме, сам дом. И понимаешь, и вот таких вот, их только 30 тысяч по Украине, членов семьи, полиция, СБУ, чиновники, таможня. И получается, что набирается под миллион или полтора людей, которых эта система абсолютно устраивает, они прекрасно в ней существуют. И если мы думаем, что так просто, и кто с ними будет, в конце концов, бороться, да. Активисты там часть, бизнес, который в принципе тоже вовлечен. Или те нищие, как бы большая часть нашего населения, которые, ну, занимаются только выживанием, как бы, да. И вот, когда отвечаешь на этот вопрос, понимаешь, ну, в сожалению, такая объективная реальность всего-навсего. Игорь, как вы считаете? Я считаю, что реальная борьба с коррупцией будет тогда, когда в обществе будет изменяться восприятие коррупции. И вот, как со словом, скажу, что здесь есть позитивные сдвиги. Ну, первое, скажу, что на бытовом уровне, там, где простые люди дают взятки, коррупция уменьшилась. Это показал наш и национальный опрос, и это показал всеукраинский муниципальный опрос. Мы опрашивали 19 тысяч населения в каждом областном центре. Увидели такие тенденции. Первое. Восприятие коррупции улучшается. То есть все больше людей считает, что дача взятки, там, ну, как бы так, подарок, да, должностному лицу для решения своего вопроса есть актом коррупции. Так количество таких людей увеличилось практически вдвое. То есть это не само собой разумеющееся уже? Нет. Это уже не как инструмент, а как зло. На этом фоне уменьшается бытовая коррупция. Конечно, есть объективные показатели, почему она уменьшается. Да, у нас центры административных услуг появились, да, есть сдвиги по полиции. Но самое главное, что меняется восприятие. Коррупция становится не модной. На бытовом уровне уменьшается. И плюс пропагандистская кампания сейчас очень серьезная. Этому как бы способствует и Запад. Он как бы в это инвестирует даже деньги, чтобы с этим злом бороться. Поэтому менять восприятие. А по традициям, где кумовство? В Украине. Это традиция, однозначная традиция. Согласен полностью с Алексеем, что Италия похожий пример. Там тоже. Родственник, если замешан, так к нему отношение какое? Поблажливое, да? У нас тоже самое есть. Вот хороший пример по Ужгороду. Вот наш муниципальный опрос, который мы провели, уже второй. На первом месте опять Ужгород. С отрывом по частоте коррупционных случаев. Но, если брать дальше по Ужгороду, так там проблему не особо считают коррупцией. И кумовство там не особо проблема. Их устраивает. Их устраивает свой образ. Мы у себя называем как элемент рыночной экономики. То есть платная услуга. И я тоже согласен еще с одним тезисом по поводу, как бороться с коррупцией, узаканивать. Эти услуги, которые люди оплачивают, незаконно. Пусть они их оплачивают законно. Лоббизм узаканивать. Это будет более эффективно, чем гоняться за судьей. Это мое субъективное мнение. А не будет ли это так, что вот если мы узаконим коррупцию, вот эти неофициальные до этого услуги, которые станут официальными, платными, будут выдуманы новые способы, чтобы люди давали дополнительные, кроме этих денег, еще какие-то отраты. Не знаю, за быстроту. Понимаете, тут проблема действительно очень важна. Мы 25 лет или немножко меньше. При накуре уже началось ломать. Мы очень большое количество населения, особенно старшего поколения, думало как-то, ну, вбитое им было в голову, что мы живем в каком-то там относительно социальном государстве. И это была громадная проблема, что никто из наших правителей за все эти годы не хотел признать, что мы слишком бедны для того, чтобы быть социально справедливым государством. Надо максимально к этому стараться. Но для этого нужно иметь сильную экономику, для этого надо развиваться. И не может быть так, что... Это же стало основой для коррупции, на самом деле. Когда есть какой-то абстрактный, бюджетный, социальный, и выделяются громадные деньги, которые до конца до потребителя не доходят, грубо говоря, до насилия. Они просто раскрадываются. У нас же самые богатые, самые... Кроме газовых сделок, это нас Россия подсадила на эту коррупционную схему. Все остальное у нас бюджет. И у нас воровство в основном из бюджета идет. И было и идет. Поэтому, когда людям... Вот на чем играли коммунисты, очень многие популисты, скажем так. Тимошенко. Да, многие играли на этом, что не может быть надо, конечно, это было давным-давно сделать. Есть богатые люди, они должны платить больше. Есть. Это во всех... Это в громадном количестве. Плюс есть еще ментальное такое, надо воспитывать. В Германии, допустим, есть магазины, где продаются практически одно и то же, как бы я в них был. Но вот есть для бедных, есть для среднего класса, есть для богатых. Ну, все то же самое практически, только везде разные наценки. Есть там разные способы оплаты электричества. Там зеленая энергия, обычная энергия. Это надо тоже развивать. Люди, что богатые... А у нас... У нас богатые... Ну, то есть не богатые, а человек, который у нас нормально абсолютно считается, до сих пор, я примеры, к сожалению, знаю, где человек, который зарабатывает громадные деньги, сидит там, но при этом он социально еще какие-то получает льготы, он платит за квартиру, как у нас там Литвин. Многие депутаты так делают. Литвин, так сказать, да, самый был известный, десятилетиями платил там, как все... У него все было, от Чернобыльца до... Дитей войны. Теперь будет участник боевых действий. Сейчас он, да, сейчас он же еще атошник, кажется, стал, да, и так далее. То есть... И это уже психология. Многие наши воспринимают, власть это даже не деньги, в буквальном смысле слова. Это вот... Почему вот... Чем мы отличаемся, да, от там Нориши, которые там в Америке 19 века, там, понятно, были ресурсы, да, возможности, да, они для этого и нужны были. Но они не... Ну, то есть, грубо говоря, там не было у них психологии, да, что ты обвешивал себя всеми возможными орденами. Вот трудно понять, зачем это богатому человеку. Плюс ты обязательно должен быть доктором наук. И профессором. Да, и профессором. Вот тоже это объяснить, вот когда там спрашивают западные люди, вот как, для чего? У тебя все есть, у тебя яхты, машины. Для чего тебе это... Ну, как же мне выражаться там, как бы, да, вот это вот непонятно чего диссертация в стране, во-первых, в которой науки вообще не существует, да, эта диссертация нигде, кроме... Это статус, потому что для них власть, это статусность, да. Могу, как социолог, объяснить этот феномен. Это низкая самооценка. Ну, это самооценка. Таким образом люди самоутверждаются. Все. Каждая медалька, это самоутверждение. Да, и вот такие вот проблемы, они же как бы, их множество, да, вот с этим как бы сталкиваются, и психологически, и все остальное, они создают фон, что внизу люди... Я тут, ну, верю, как бы, понятное дело, социологу, да, что вопрос к другому. Отношение-то может меняться, но насколько они искренне в том, что не перестают это делать, как бы, да, потому что, ну... Есть вариант. Да, согласен. То есть они просто... Я знаю примеры, я знаю примеры там по ребенку, по школе, ну, есть моменты, которые, ну, понимаете, всегда же как бы возникает вопрос, да, вот, ну, хорошо, я такой, правильный, там, не буду, да, но вообще должен ребенок страдать, в конце концов, да, или реально в больнице, да, есть же спектр услуг государственных, которых, я, если бы это было в частной клинике давал, и понятно, что только в частной, да, я могу себе там позволить, да, но есть какие-то... Я не хочу стоять в очереди, я могу позволить себе не стоять, ну, должен себе позволить, да, и вот так, и такой набирается спектр, и, понимаете, как бы, с одной стороны, когда крадет Янукович, или там, не знаю, премьер-министр, кто, мы все там, понятно, возмущены, все плюемся и так далее, а когда это мы не знаем сами, как бы, да, я до сих пор, как бы, это... То есть, может быть, на каком-то уровне оно спадает, но то, что оно осталось, то, что люди... Слава Богу, что полиция перестала, ну, массово, по крайней мере, брать деньги, там, за нарушение правил дорожного движения, но то, что люди готовы, и это постоянно я с этим сталкиваюсь, а для чего, вот, именно тоже, да, как бы, а почему нельзя решить эти вопросы, как бы, да, вот таким способом. Поэтому это долгий процесс будет, в любом случае. Вы упомянули про и Алексей, и Игорь упомянули про коррупцию. У нас вот есть как раз ваше исследование на графике, вот прошу показать режиссеров этот первый график по коррупции, да, и вот восприятие, что насколько серьезной им является коррупция в вашем городе, вот, ну, вы сказали, что оно улучшилось, это отношение, но вот 63% считают, что... Ну, раньше больше было. Еще больше было? Да, раньше было около 70%, год назад. А, то есть она уменьшилась? То есть они более отвечают, что скорее проблема, градус уменьшился. Если в целом проблема, нет изменений, да, но однозначно суть тема проблема уменьшилась, и стала больше, скорейшая проблема. А почему так? Ну, меньше взяток стали давать, поэтому считают, коррупция немного уменьшилась. Мы спрашивали уровень как раз города, если бы мы спросили Украина, центральная власть, оценки были бы более такие негативные. Алексей, как вы считаете? Понимаете, ну, нельзя же давать все-таки, что все-таки действительно вот те примеры позитивные, которые есть, они, конечно, есть, ну, берем тоже полиция, да, она психологически, может, даже человек с этим никогда не сталкивался, да, он видит репортажи, смотрит в интернете, и у него складывается впечатление, что вот, ну, оно так и действительно и есть, как бы, да, плюс есть куча сфер жизни, которые, они стали некоррупционными не потому, что там что-то изменилось, а потому, что они исчезли просто, или там, ну, человек привык, что надо было за то, а оно просто вот такая услуга исчезла сама по себе, да? Кстати, по медицине. Мы изучали этот вопрос в прошлом году, а около 40% сталкиваются с коррупцией, да? Ну, как бы, это называется не коррупцией, а они оплачивают услуги врача. Так вот, половина это делает добровольно. То есть, там оно уже прошло, как бы, рубеж, это называется коррупцией, они уже считают это, они потихоньку входят уже в платные услуги. Если государство дальше будет работать, дальше будут реформы, так мы, мы уже и отойдем от коррупции. То есть, это уже будет узаконенная услуга? Да, но это не совсем узаконенная коррупция, это уже, как бы, рыночная экономика. Рыночная экономика. Да. Которая тоже, может быть, социально-споредливая. То есть, мы перестанем обманывать граждан, что у нас бесплатная медицина. Да, да, да. А вот вы уже упомянули про непотизм, что, ну, в Ужгороде всех все устраивает. В общем, может быть, не всех, но многих устраивает. Может быть, тогда и не считаем непотизм коррупцией, или это все-таки коррупция? Коррупция? Да. Коррупция? Конечно, коррупция. Как вы считаете? И проценты близки, если вы посмотрите на коррупцию. Я прошу показать нам, вот как раз у нас есть второй график по непотизму, по кумовству. Насколько у нас проблема кумовства? То есть, тут меньше, да, 56%, чем 63%. Но все равно очень и очень много населения считает, что это проблема. И это истоки коррупции. Как бы там ни было. Надо же еще как бы учитывать момент региональный, потому что, допустим, в Киеве, понятное дело, что уровень коррупции высокий, он выше, а уровень низовой и средний, он ниже, чем у других, потому что это столица. Ну, там многие факторы, да. Плюс все-таки тут как бы рынок более насыщенный, да, он постоянно, как бы не все решается с помощью, может решиться с помощью, допустим, специалистов, да, если там где-нибудь в районе или все остальное, ну, грубо говоря, за взятку, да, потому что, понятно, как бы есть проблемы, да, то в Киеве результат важнее становится, да, и поэтому нужны специалисты, а не просто люди, которые будут, ну, изображают, что они выполняют функцию, да. А понятно, что в Закарпатье, где громадное количество, действительно громадное количество населения, это не один процент, да, живет за счет, за счет контрабанды, таможни, леса, которые там все, да, то когда экспоним, ну, реально там проезжаешь, спрашиваешь, то есть, допустим, там, отношение к экологии, да, вот, вы понимаете, что из-за этой коррупции постоянно, что вы все, ну, грубо говоря, даете там лесничьему деньги, что ваши дети или внуки уже не будут видеть от того Закарпаття, который у вас есть, да, то есть они, как бы, это признают, но это их устраивает, такая ситуация, потому что нет альтернативы никакой больше работы, да, то же самое можем сказать про Ровенскую, там, область, Бурштейн, да, потому что когда людей спрашивают, то есть они там убьют, к чертовой матери, вообще, если скажешь им, что ты так же... Ну, ты же всем пострадала сегодня. Да, то есть, понимаете, потому что это ресурс, да, и понятное дело, что это как это бороться с коррупцией, там, вы знаете, в Афганистане, или там на маковых плантациях, да, если людям выращивать хлеб, там, или пшеницу, или это в десятки раз труднее, и в десятки раз так же дешевле, грубо говоря, ну, имеется в виду, что получают меньше, то есть самые эти проблемы, с которой, как бы, ну, их нельзя сравнить с общей картиной в стране, да, и поэтому их надо решать комплексно, и никакого другого варианта, но ни силовой вариант не поможет, ну, не просто не поможет, потому что, ну, если оно, оно всегда так работает, все примеры, да, если вы хотите побороть коррупцию, введите просто в это, продавайте лицензии законные, да, создайте эту там биржу, ну, все свободно могли продавать этот бурштин, для примера, да, и все, и коррупция не станет, а так ты борешься, чем больше там будет силовиков, тем больше там будет коррупции, вот и все. Хороший есть маркер, когда население будет более лояльно воспринимать идею повышения зарплат депутатам, чиновникам, тогда восприятие еще улучшится, потому что, когда люди считают, что депутат может и не получать зарплаты, ну, 3 тысячи, 5 тысяч, да, 3 тысячи, 5 тысяч, да, и они, как бы, вроде бы и верят в это, и не верят, нам с этой неправдой нужно выходить, и по медицине, и, возможно, по образованию, и по чиновникам, уменьшая количество чиновников, увеличивая их зарплату, это тоже реальная борьба будет с коррупцией, реформы, так называемые. Вот, вы сказали про механизмы, а вот как все-таки орган, который, да, должен бороться с коррупцией, вот, Национальное антикоррупционное бюро, вот, есть на него надежда? Ну, потому что, вот, посмотреть, кто как бы задерживали судью, ну, мало вдохновения, но дает... Ну, первый Бринкомс, ну, понимаете, вот, мы смотрим, значит, или бороться с коррупцией, или можно по беспределу, и эффективность будет минимальная, потому что, так или иначе, ну, будут бояться. Ну, когда беспредел, когда нету закона, или, скажем, когда твои права, вот, как в Китае, да, там, вот, ты сегодня вышедший чиновник, да, ты что-то выступил против, там, председателя КНР, да, и ты уже стал коррупци... То есть, до этого ты не был коррупционером, тут ты стал коррупционером, да. Это, ну, опять-таки, путь никуда, да, и то, что сейчас происходит в Китае, это еще раз говорит о том, что вот все это, в конце концов, плохо будет, да, то есть, надо по закону, а по закону у нас такие законы, и в этом плане, наверное, ну, они более-менее нормальные, в смысле, что надо, чтобы это суд доказал, да. Значит, мы думаем, что... Понимаете, вопрос в том, что это все равно психологически будет ломаться. Понимаете, просто психологически будет ломаться. Раз отстрелится, второй раз отстрелится, четвертый раз там еще что-нибудь сделает, а потом это станет традицией, скажем, или так нормальным явлением, да, поэтому я тут абсолютно, ну, да, первый блинкомом, а как по-другому могло быть? Ребята только начали работать, только, как говорится, против них вся система абсолютно, как бы, да, настроена. Если после всего этого, да, после всего этого, глава забыла этого суда, как бы, это говорит о том, что человека довели до такого состояния, что он хотел покончить с собой, и что он в себя вот это стрелял, оказывается, или что... Да, то есть вообще... Стенку, а что под стенки в него попал. Вы же понимаете, с какой системой мы, то есть НАБУ сталкивается, да, если они думают, что кто-то придет, побежит и будет сам сдавать своих вот этих коллег, наоборот, это же понимают прекрасно, что вот начнется вот этот процесс, да, и все, и начнет валиться все остальное, а зная многих представителей нашего седельского корпуса, когда слышу слово профессионал, мне хочется смеяться, потому что там действительно люди, которые еще к тому же, они же больше ничего не умеют делать, они только умеют деньги читать, и все, реально просто. И когда, опять-таки, я слышу эти слова потрясающие, про то, что какое-то количество там, ну, типа честных, не верю, не верю, потому что человек, который сейчас, во-первых, он не выживет в этой системе, потому что не может быть так, что все воруют, а один сидит, честный, и им на совесть давит, да, это логично, а во-вторых, мы просто не видели, как юридический, как, я когда первый раз увидел это лет 10 назад, как сдают, то есть не как сдают, а как празднуют издания у юридических, и так далее, да, ну, то есть выход свой диплом, вот это когда начинается там распределить деление, я просто понимаю, что это люди, которые, они изначально, они еще на уровне университета, знают, чем они будут заниматься, и романтиков там нету, да, уже давно достаточно, да, которые честно будут судить, и так далее, поэтому борьба будет, и борьба будет жесткая, система не сдаст, да, и будет проигрыш, и будут очень сильные, будут отыгрыши сильнейшие, да, и потому что, но деньги, оно есть деньги, как бы, да, и мы про наших борцов с коррупцией, я думаю, в ближайшее время узнаем много чего интересного, и даже во многих случаях это будет правдой, как бы, да, ну, что делать, грязи должно вылиться очень много. Игорь, а есть ли у вас в вопросе, вот, ну, надежда украинца, на кого надеются в борьбе с коррупцией? Не знаю, национальное антикоррупционное бюро, прокуратура, президент? На кого возлагает ответственность? На президента. На президента? Да, но у нас... То есть президент должен ходить вместе с ними на задержание, или как? Ну, привыкли так у нас считать, вот есть... То есть это патернализм очередной? Да, это правильно, это патернализм, но у нас были вопросы и по НАБУ уже, да, и вера в то, что они добиться результатов есть. Она ниже, чем у полиции, и информированность намного ниже. Очень много населения не знает о существовании таких органов. Сейчас очень важно для НАБУ, это пас от населения, чтобы они не начали полностью критиковать, а эти ничего не смогут, этих руки опустятся. Нет, они должны поддержать. Поддержать получится. Ну, честно говоря, эмоциональный уровень, вот и политехнолог мне подтвердит, я думаю, он очень важен. Психология – основа всех основ. Нужно дать пас им. И тогда, возможно... Ну, это надо и построить, понятное дело, правильную информационную политику. Да, ее нет. Потому что, когда действительно все это происходит, ну, грубо говоря, вот это дело, вот это вот последнее, то есть первое их серьезное, да, и то, что мы это слышим, оно полностью неправильно построено, конечно, было, и хотя понятно, что против них работают серьезнейшие люди, которые с серьезнейшими деньгами, и они... Но надо это изначально выстраивать правильно, да, то есть надо понимать... Надеюсь, что все-таки следующие шаги будут уже исходить из этого, да, что надо понимать, что тут сам факт взятия его, или там, ну, вот это при лечении, оно, конечно, важно, но это... Вот это, чтобы оно удачно еще произошло, чтобы и картинка была красивая, да, чтобы и как бы, ну, что видно было, что это тенденция, да, что только нарастающая будет. И тогда люди действительно начнут тут, как бы, появится доверие. Проблема же вообще всех наших органов, так сказать, власти, это в отсутствии доверия. И когда вы говорите там про зарплаты, и про все остальное, это уже очень громадное количество людей изначально, то есть это не в смысле, как бы, проходит какое-то время, да, там, они изначально считают, что у нас власти только могут быть воры, да, только могут проходимцы быть, ну, и... И нет смысла им большие зарплаты, да? Ну, и не то, чтобы... Да все равно крадут, зачем им еще зарплаты брать? И тут риторика появляется, что всех расстрелять, там, и так дальше, но это не методы. Правда, судьи, доверие к судьям 11-10%, прокуратура 11-10%, всего-навсего, они аутсайдеры, полиция, ну, милиция была тоже среди них, сейчас она выросла, да, выросла где-то 25-30%, но не за счет борьбы с коррупцией, за счет того, что новая все-таки... За счет хорошей информационной кампании. И это очень важный элемент, в любой реформе должна быть хорошая информационная кампания. Мы живем в такой мир информационный, нужно это все строить, это важный элемент государственной политики. А вы это вообще понимаете, наша власть, скажем так, общая? Есть какие-то... Частично понимает, частично нет власти. И на уровне только министерств. Вот Аваков сделал хорошую информационную политику? Давайте вот по-другому поставим вопрос. А население это понимает? Население не особо понимает. Поэтому почему менять на власть? Потихоньку мы все учимся. Мы меняем мировоззрение, мы растем. Интернет расширяет нам сознание и так дальше. Больше познаем, больше узнаем мир, узнаем, что там вот так, вот так. И потихоньку все мы эволюционируем, на самом деле. И население, и власть. Она же не в отдельной стране живет. Власть, да? А население... Где берется власть? От всех уровней. Она берется с населения. Хорошо. Мы вынуждены заканчивать. Будем надеяться, что эволюционировать будем вместе с властью. И мы с вами. И коррупция, наконец-то, будет признана уже всеми как зло. И люди не будут заниматься коррупционными схемами даже на самом нижнем уровне. Благодарю наших гостей. Социолог Игорь Тищенко, спасибо за ваши данные, за ваши ответы. И политтехнолог Алексей Голобудский, также спасибо вам за ваш анализ. И благодарю вас, что смотрели нас. До следующего четверга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok